всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать для вас расклад который предложила татьяна называется он осторожно двери закрываются делать мы будем на трех наверное колодок ну по крайней мере столько я приготовила а там процессе посмотрим это театр кукол тару темного света и тару неба и земли позиции вы видите тайм-коды есть напоминаю что этот расклад и многие другие есть у меня в авторском дневнике раскладов до которые вы тоже можете приобрести если перейдете по ссылке мои услуги под этим видео либо под любым моим другим видео там увидите расклад дневник раскладов он так он называется он у меня есть в двух форматах при приобретении его я даю возможность приобрести два формата одновременно за одну и ту же сумму один формат это pdf очень красиво оформлено вы можете его распечатать и иметь как еженедельник да там заметки свои какие-то делать записывать параллельно расклад но там ограниченное количество раскладов и второй формат это гугловский документ вот вот его как раз и я постоянно и пополняют то есть вы приобретаете за 500 рублей дневник раскладов и периодически вы видите как обновляются расклад то есть они дополняются скорее всего да это не то что вы купили там было там не знают 20 30 40 и на этом все не зависимости от того какие новые расклады я создаю я туда их переношу для чего это нужно чем будет полезно например коллегам либо начинающим торологом начинающим наверно потому что есть готовые расклады на интересные темы там уже есть конкретные вопросы до которые можно задавать ну а коллегами иногда бывают такие моменты когда знаете вот мозг как-то вот замыливается и не могу уже ничего придумать да нет каких-то идей можете пользоваться главное с отсылкой на авторство вот потому что для меня это очень важно наверное все я так это выдохнула до этого сделала первую попытку записи при такая злая нервная была вот надо было видимо высказываться и теперь освободившись сделать расклад и так позиция номер один голубенький камешек и вот эти две позиции мы отодвигаем какие двери прошлого нужно закрыть чтобы войти в новое давайте с вами посмотрим императрица так что с этой императрицы какие двери прошлого а здесь возможно знаете есть какие-то конфликты женщины скорее всего несколько вариантов скажу да где-то вы возможно конфликтуете женщины это может быть ваша мама это может быть женщина старше вас более состоятельная более богатая может быть замужняя женщина дать не идет какие-то ссоры конфликты рассорки один вариант и второй вариант возможно а то что вы конфликтуете и ссоритесь сами собой где-то возможно знаете слишком требовательны если конфликт внутри вас то внутренняя борьба то здесь слишком очень много требований по отношению к самой себе до того что я хочу чего я могу добиться чего я добилась чего не добилась что получилось да то есть здесь можете я себе не очень хорошо отзываться не очень лестно да сами сами себя где-то ругать где-то злиться агрессировать держать в себе эти эмоции обидные вот так же вы можете еще обращать внимание на критику ваш адрес то вот этого тоже нужно оставить позади может быть какие-то слухи о вас может быть неприятные нелестные слова ваш адрес это вот вам нужно оставить позади а я подумала вот если вы мужчина да то здесь какая-то ссора с какой-то очень значимой важной женщины для вас здесь вот она должна тоже остаться позади здесь возможно у вас есть какая-то боль если вы мужчина да по отношению к этой женщине какая-то вот обида и это обида не дает вам как-то дальше двигаться ощущение того что вы знаете не поставили как будто какую-то точку и ну как-то вот не завершили то ли и высказали все до конца что ли ну вот не освободились нет этого освобождения вот здесь нужно но оставить это позади так я на этой колоде посмотрю еще здесь что нужно вам оставить позади чтобы войти в новое так восьмерку кубков королева кубков так здесь нужно действительно оставить позади что-то очень ценное важное значимое для вас чтобы двигаться значит здесь почему-то мне сразу отношения показали тематику отношений либо это может быть чем оставляете короля кубков чтобы стать королевой кубков либо вы оставляете какие-то очень важные значимые отношения с человеком который затронул ваше сердце вот так скажу да и вы понимаете что вам нужно все равно двигаться дальше то есть как бы меня не манил этот человек как бы он не был значим и не оставлял какой-то очень важный след вашей жизни да мне все равно нужно двигаться дальше мне нужно двигаться именно к тому чтобы получать удовольствие от самой себя до либо от самого себя один момент либо здесь вопрос говорится как раз таки об эмоциях которые действительно нужно оставить в прошлом с чем могут быть связаны эти эмоции так с чем могут быть связаны эти эмоции здесь какие-то эмоции надо оставить до позади чтобы пойти вот именно в новое и расслабиться здесь расслабление напряжение нужно чтобы ушло сжатие борьба какая-то внутри вот все время как там о чем-то одном думаете либо как-то вот реагировать реагируете то что знаете как то возможно ждали какого-то человека до долгое время как он среагирует как он себя поведет как вариант в прошлом это нужно оставить либо вот какие-то ожидания до что вот сейчас возможно будет проявление каких-то эмоций от другого человека здесь ощущение того что была какая-то ссора и возможно вы ждете решение этого человека до либо как-то вот что вы сможете помириться то есть то что тянется из прошлого достаточно долго да вот я положила карту в колоду до помешало все равно выпал повешенное то что долгое время не развивалась если мы не берем в контексте отношения то вообще здесь какие-то эмоции которые долго как-то вот знаете не зависли ничего не происходило такое ощущение что вот что-то такого уже отжила до себя она не имеет смысла знаете вот как будто бы какой-то наросток он не то чтобы он злокачественный да но и то что он есть вот этот вот нарост на вашем теле до либо на вашем коконе если так можно сказать вам он просто занимает место вам от этого и не холодно и не жарко но ну так он просто вот место занимает вот и было бы лучше без него да хотя бы вот как-то эстетически я еще раз не скажу что у вас здесь есть какая-то вот энергетическая связь с этим да здесь скорее всего она больше нейтральная но вот только то что это занимает место да вот от этого желательно было бы избавиться знаете то как налегке проще же идти как будто сказать это вот если вы шли в погоду дождливую по дороге земляной да и вот там не знаю ваши сапоги ваша обувь да она набрала на себя грязь а потом эта грязь высохла вот и она есть на вашей обуви уже погода такая стала солнечная да и ну вы можете выйти одеваете эту обувь она это обуви есть эта грязь ну то есть есть она или нет в принципе вам от этого и не хорошо и неплохо но просто это уже не красиво не эстетично и хочется вот так знаете стряхнуть и и с обуви там либо протереть чтобы обувь была чистой а либо просто стряхнуть и двигаться уже дальше вот что-то здесь такое когда-то когда-то это было очень важно для вас очень значимо может быть это какая-то ситуация может быть это какой-то человеком и одну эти эмоции вы их проживали они были для вас приятными интересными нужными ценными когда-то вы их холили или лейли а теперь это должно ну остаться остаться позади что еще нам покажет колода театр кукол единение да когда-то у вас было единение с кем-то здесь скорее всего речь идет о каком-то человеке да либо какая-то ситуация которая пришла уже к завершению да было какое-то вот единство и в любом случае да даже если это были какие-то отношениям если мы возьмем может быть дружба да может быть картин партнерские какие-то отношения то на том уровне на котором они были существовали ранее они уже себя и жили если вероятность их на другой уровень перевести здесь не про это да то есть я это смотреть сейчас не буду но вот на том уровне на котором было уже нету смысла да там там уже все завершилось да нужно уже идти как-то дальше знаете вот какие-то новые дело в том что вы как будто бы уже выросли из этой ситуации у вас появились какие-то новые цели какие-то новые идеи и вот чтобы двинуться дальше надо как-то расчистить пространство старого чтобы вас не тянуло грузом назад да как какой-то вот якорь а наоборот надо поднять этот якорь и двинуться дальше да то есть к новым каким у вас уже новая идея есть уже новые как что-то в основе воодушевляет есть какие-то мысли проекты что вы хотите сделать либо как-то вот в профессиональной сфере что ли может быть хотите реализовываться и вот вам чтобы этот груз не забирал чтобы не было отката энергетического да вам как раз таки нужно поставить там точку для себя отсечь все что ненужное до решится вот как-то так потому что ситуация уже завершенная но внутри как будто вы знаете вот нету вот этой решительность да то есть все уже решила все сожгла все мосты и иду дальше вот здесь как-то про это вот но это было очень важно значимо потому что выпадает императрица дальше какие двери сейчас заблокированы и не стоит них пока ломиться как написал татьяна вот какие двери закрыты и вот ну не надо вам расшибать это то есть пока не время возможно либо они вообще вам не нужны какие-то двери так двери двери по справедливости да то есть ощущение того что сейчас не время пожинать какие-то урожаи ну во первых не время сейчас подписывать какие-то документы связываться каким-то образом законам да то есть если допустим что-то хотите создать там не знаю свою компанию свое какое-то дело да сейчас не время это все официально оформлять не потому что нужно работать в темную нет а наоборот не время сейчас законом иметь какое-то отношение да не время сейчас как-то вот здесь разборки ощущение того что вот разбираться да ну не время сейчас разбираться даже если мы говорим в контексте предыдущей истории которые я рассказывала сейчас не время там разбираться кто правда виноват надо просто вы отбросить поставить точку идти дальше не время пожинать сейчас урожаи и не время сейчас все как-то узаконивать что еще в какие двери честно здесь двери мастерства с чем это связано то сейчас не время допустим определяться менять вам профессию или нет да то есть что-то с профессиональной сферы как-то определяться вот сейчас не время то есть наверняка время делать то что вы делали когда когда-то да то что у вас хорошо получалось то есть сейчас не время пойти ощущение того что идти в новое да вот сейчас нужно хорошо оттачивать то что вы умеете да то есть научиться получать удовольствие от того, что уже есть сейчас на данный момент. Не время сейчас определяться как-то вот с выбором с одной стороны и с другой стороны не время сейчас закрываться, да, то есть не нужно уходить из того, что вот вы должны поставить точку в прошлом, это может вас как-то поглостить вглубь себя для какой-то вот рефлексии. Рефлексии сейчас этого делать не нужно, да, То есть не нужно определяться, не время сейчас для каких-то определений, не время для уединения, закрытия от мира, не время обдумывания каких-то новых моментов. А надо, знаете, такое ощущение, то, что имеете, с этим сейчас и работать. Ну-ка посмотрим на этой колоде, какие двери сейчас заблокированы. Здесь ощущение того, что все, что связано с профессиональной сферой, ваше как-то как будто бы закрыто, какие двери заблокированы магией. Вы как будто бы сейчас не можете создавать то, что вы хотите. Нету, знаете, вот не время новых начинаний, хочется сказать так. Не время какой-то вот активности, да, вести за собой людей, что-то там, чему-то их обучать, что-то рассказывать. Не время еще. Такое ощущение, что вот как будто бы какое-то межвременье, да. То есть от старого вы как будто бы уже ушли, а в новое вы еще вас не пускают. И вот такое ощущение, что вы должны занять себя вот в этом межвременье двух моментов. То есть вот проживать момент здесь и сейчас. Из того, что есть. И при условии того, что не нужно погружаться в себя, да. То есть не уходить, а наоборот взаимодействовать с миром, но именно в моменте сейчас. Вот все как идет, так и идет. Интересный момент такой. Так, какие еще двери. Ну вот солнце, видите. Не время новых начинаний, да. Очередная колода подтверждает. И вот десятка кубков, да, завершение. Не время сейчас что-то завершает. То есть если кто-то думает, например, о разводе, о дележке имущества, либо все, что связано с законом, либо то, как надо, вот знаете, все, отдал всем долги и пошел дальше. Нет, здесь как будто бы этому не время, да. Хорошо. Ну не время, так не время. Мимо каких дверей возможностей я прохожу мимо? Мимо каких дверей, возможно, вы сейчас проходите мимо? Верховная жрица. Вы знаете, здесь какие-то двери, которые скрыты от вас. А если они скрыты, конечно же, вы проходите мимо. А что это за двери? Возможно, каких-то знаний. Да, вы здесь сами закрываетесь от каких-то дверей. Так от каких дверей вы закрываетесь? Здесь ощущение того, что то, что связано с раскрытием вашей силы, вашего потенциала. То есть вам, знаете, как будто бы старое закончилось, а новое вам не дают. Почему? Потому что вы как будто бы сейчас, в моменте здесь и сейчас, не знаете еще, на что вы способны. Вы не знаете свою силу. И вот вам нужно акцент сделать сейчас как раз-таки на то, чем вы наполнены. увидеть это, рассмотреть это, заметить. То есть такое чувство, что вас остановили, и вы должны сейчас рассмотреть свой резервуар способностей, каких-то талантов. Что-то в себе нужно заметить, увидеть то, чем вы наполнили. Потому что вот такое чувство, что вы что-то упускаете в себе, сами не видите этого. И вот как раз-таки, вы знаете, как это, вот вы идете, как маленького ребенка, за шкирку так останавливает, он вроде бы ногами двигает, а двинуться не может, его сдерживает. Для чего? Для того, чтобы он остановился. И такое чувство, он остановится, ему как-то вот одежду поправят, все хорошо, и он пойдет дальше. А до этого, как будто бы он был какой-то лохматый, непричесанный, такая вот неправильно застегнутая пояса. И вот его останавливают, приводят его в порядок, и в дальнейшем он идет дальше. Останавливает его для того, чтобы он как раз-таки посмотрел, что не в порядке, что не так. На что нужно обратить внимание давайте? На то, что выпадает колесо фортуны, вы должны стать хозяином своей жизни. Вот вы ходили, знаете, такое ощущение, что вы ходили очень долгое время, вот видимо это какие-то, может быть, отношения, та ситуация, о которой говорилось речь, по кругу. Одни и те же какие-то сценарии, модели вашего поведения были. А сейчас вам как будто бы дается возможность вырасти, для этого вам и нужна сила. И вы, по крайней мере, видите, пока вам не открывают двери, потому что вы должны сами заметить и оценить свою собственную силу, свои собственные способности. Для чего? Для того, чтобы стать ответственными. То есть, понимаете, не судьба за вас выбирает, а вы выбираете сделать какую-то вот свою жизнь более осознанной. То есть я несу ответственность за любой свой собственный выбор. Здесь как будто бы, знаете, момент взросления. Вот когда вы этот момент внутри себя нежно нащупаете и начнете действовать в соответствии со своими собственными решениями, не перекладывая ответственность на кого-то другого, вот тогда вас отпустят дальше. Вот здесь что-то такое. Какие двери вас ждут впереди? Вот хочется просто в двух картах посмотреть. Построение чего-то нового. то, к чему вас готовят. Выход из каких-то вот апатических состояний. А что вы новое будете строить? Там, где вы будете победителем. Вот для того, чтобы стать победителем, вам нужно понимать, кто вы есть. То есть для того, чтобы ощутить вот эту вот уверенность внутри себя, когда я становлюсь победителем по жизни, то есть я во всем становлюсь успешным, для этого нужно будет что-то где-то отстаивать, какие-то моменты, где-то с кем-то договариваться, что-то совершать, какие-то действия, чтобы получить то, что вы хотите. Вот чтобы у вас были вот эти вот навыки и качества, вас сейчас как раз-таки останавливают, для того, чтобы вы пересмотрели, какие у вас есть качества, где вы жили по шаблону, ну на автомате, как будто бы за вас судьба решала, а вы просто шли. А сейчас вам говорят, что все, ты уже вырос, и теперь ты, как говорится, вот о чем подумал, то ты и создал. И поэтому винить кого-то в этом не совсем корректно. Почему? Потому что ты сам подумал об этом, значит, ты своими мыслями создал ту или иную реальность. Вот вас к этому как раз-таки и подводят сейчас. Так, вот у меня была первая позиция. Аркан силы перекроем всю эту историю. Мы с вами переходим к позиции номер 2 и красненькому камешку, и давайте посмотрим, какие двери прошлого нужно закрыть, чтобы войти в новое. Мы не будем рассматривать, куда в новое. Наверное, в будущем я сделаю отдельный такой расклад. Вот. А сейчас просто посмотрим, какие двери вам нужно закрыть. Действительно, двери прошлого, шестерка кубков выпадает, говорящая как раз кем. Двери прошлого. Такое ощущение, что на этом аркане как-то у девушки руки светятся. То, что вы делали как-то вот руками. Какое-то целительство, что ли, помощь. Как будто бы вот кому-то вы помогали в прошлом очень много. И безрезультатно. Вот здесь, вот в этом надо поставить точку. знаете, как будто бы больше слушать себя. Не акцентировать. Знаете, вот как не помогать людям с точки зрения разбазаривания энергии, а помогать, знаете, тем, кому действительно нужно. Потому что здесь такое ощущение, что то ли вы помогаете, вот давайте сделаю такую вот отсылку. Правда, это выбивает меня из потока. Но чтобы избежать каких-то комментариев, которые опять-таки кто-то что-то не понял и начинает, как говорится, на меня наезжать, не так я выразилась, не так я сказала, я поясню. Дело в том, что вы очень много своей жизненной энергии разбазариваете помощью другим. Я не говорю нужно помогать, не нужно помогать, это ваше дело. я говорю лишь о том, что вы помогая другим, вы сливаете свою жизненную энергию. Есть моменты, когда помогать другим не нужно по причине того, что человек проходит какой-то свой урок. И когда вы начинаете вмешиваться своей, в кавычках, помощью и благими намерениями, вы не даёте человеку пройти его урок. И тем самым вот это вот и есть, благими намерениями дорога в ад. Так здесь речь идёт о том, что вот вам как будто бы больше надо... Здесь кто-то работает руками, понимает, целительство какое-то, но вот именно своей собственной энергетикой. Здесь для вас урок научиться прокачивать свою энергию, потому что вот такое ощущение, что вы сами можете себе заболеть. Знаете, целители, как правило, если они не понимают законов мироздания, то в какой-то момент они начинают сами болеть. И казалось бы, такой хороший человек, всем помогает, и почему он болеет. Так вот, одно дело, когда ты работаешь с космической энергией, и ты являешься просто проводником, ты соединяешься с источником, а он бесконечный, и ты на этой энергии как-то лечишь людей, а другое дело, когда нету этих знаний, нету понимания. Человек начинает заниматься целительством, и он работает на своей собственной энергии, и его организм изнашивается, и отсюда у него происходит болезнь. Вот здесь у меня почему-то такое ощущение, что вам нужно как-то вот это изнашивание ради других. Это может быть даже, знаете, и не целительство, а вообще ваше желание оказывать помощь другим людям. Здесь вот как будто бы нужно прислушаться к себе, да, то есть это как будто бы палка о двух концах, да, безусловно, что-то хорошее вы и делаете для других, но вы делаете тем самым плохо себе. И здесь вопрос в том, что, а кто для вас важнее, другие люди, либо вы сами. Да, здесь как-то связано, знаете, с тем, что вы делаете это рутина, как-то вот рутина в контексте постоянства, на постоянной основе, да, вот вы делаете, если помогаете, то постоянно помогаете одному, допустим, и тому же человеку, вкладываетесь, 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 вот, а ситуация не улучшается, вот вы как будто бы, знаете, разбазариваете себя, я не знаю, как это сказать, и вот у меня почему-то сразу такое ощущение, что вот именно на этой позиции будет очень много негативных комментариев, вот, и казалось бы, что-то тебе задевают эти комментарии, но вот здесь вот чувствую, знаете, какое-то вот энергетическое сопротивление, да, вот у кого-то есть какие-то рамки, убеждения, основанные на том, что надо помогать, это правильно, ну окей, если надо помогать и правильно, и вам от этого потом становится плохо, и вы болеете, то, ну вот такая, значит, у вас правильность, вот, я говорю то, что я вижу, даже если вы с этим не согласны, не знаю, почему вот здесь у меня идет такое, знаете, вот какое-то сопротивление, ладно, попробую абстрагироваться, а поэтому, знаете, вот какая-то вот злость в мой адрес, что ты говоришь, да, как-то вот, ну, такой неприязнь, а у кого-то здесь люди действительно устали, тяжело, знаете, такое чувство, что вот вы все тащите на себе, вот устали, да, может быть, какие-то даже и домашние обязанности, ну, вот это связано как-то с помощью, я не знаю, мне здесь тяжело и очень неприятно, и такое, знаете, вот сопротивление, отторжение, прям, фу, неприятно, что ж нету, вот такие двери прошлого нужно закрыть, то есть хватит помогать другим и съедать себя, ощущение того, что, знаете, вы стали как будто бы фантомас, какой-то вот невинный, невидимый фантом, не фантомас, а фантом, какой-то, знаете, вы стали каким-то незаметным человеком, каким-то таким, знаете, темным, не темным, а, как этот, когда человек болен, вот он бледный, бледный, да, вот какой-то вот такой, вот какой-то цвет кожи, может быть, у кого-то стал более желтым, может быть, белым, ну, нету жизни, это понимаете, как будто бы нету жизни в теле, либо у вас состояние сейчас такое нежелание как-то жить, как-то наслаждаться жизнью. Вот это, в общем, надо оставить позади. Не буду с этим разбираться, здесь неприятное состояние. Не знаю, может быть, кто-то ухаживает за каким-нибудь больным человеком. Вот этот больной человек вампирит вас, понимаете, энергетически, и вам уже становится от этого плохо. Жутко. Хорошо. И вот это вот нужно оставить, чтобы пойти в новое. Какие двери сейчас заблокированы, и пока вам не стоит в них ломиться, как написала Татьяна, какие двери заблокированы, не стоит в них входить. Какие двери? Двери, которые связаны непосредственно, знаете, как-то вот с вашей самодостаточностью. Здесь, знаете, ощущение того, что пока вы не готовы быть самостоятельными. Почему? Потому что на какие-то вещи вы смотрите через призму фантазии, а на какие-то у вас есть убеждения, которые вас не пускают. То есть, с одной стороны, у вас есть ограничивающие убеждения в вашей голове. Я не знаю по поводу чего, но они вот вас прям реально связывают. Если, допустим, мы говорим в контексте того, что я ранее говорила, возможно, есть вот это убеждение, что я пока ничего не могу сделать за собой, либо за свою жизнь, потому что я должен там с больным человеком смотреть, ухаживать, либо еще что-то. То есть, пока этот человек не уйдет, да, из моей жизни, по разным причинам, я не могу жить. Вот какие-то такие вот убеждения, которые вас ограничивают. Здесь ощущение того, что вас не получается стать каким-то независимым человеком, потому что есть какие-то мысли в вашей голове, в вашей программе, которые вам не дают. И вот на самом деле, насколько о ней хочется спросить, реальные, но фантазированные. Ну вот здесь слишком эмоционально, я бы так сказала. Да, здесь, во-первых, есть какие-то страхи. С одной стороны, страх, что вот я останусь в одиночестве, ну а так хотя бы кто-то есть. Либо страх того, что меня не поймут, если я скажу, что я, допустим, там устала, не могу, не тяну, то меня не поймут. Да, вот здесь вот какие-то такие страхи эмоциональные. То есть больше здесь эмоции, а не столько, сколько это такова реальность. С одной стороны, такие ограничения, а с другой стороны, очень много фантазии. Но, безусловно, и это понятно, потому что вы каким-то образом должны компенсировать то, что вам не хватает. И вот вам не хватает какой-то, знаете, свободы. Даже если бы вам дали эту свободу, понимаете, когда человек привыкает, это как слон, которого привязали на цепь за одну ногу и привязали к какому-нибудь колушку. И казалось бы, где слон и где колушка. Стоит ему только ногой дернуть, и эта колушка выйдет. Но вот это вот ощущение, что я к чему-то привязан, и у меня нет свободы. Вы настолько свыкли с этим, что даже если вас освободить, вы знаете как это, а я не знаю, как мне жить дальше, да. То есть я вот так привык. Вот здесь какая-то внутренняя несвобода, понимаете. А желание-то оно есть, и оно должно как-то компенсироваться. Оно у вас компенсируется в фантазии. Маг и повешенный, да. Желание, знаете, как-то обрести свою внутреннюю силу, что я хозяин своей жизни, я больше никому ничем не обязан, я не должен как-то жертвовать собой. То есть я уже устала от каких-то проблем, трудностей, сложностей, вот этих ограничений, дожествований, там кому-то что-то. И поэтому пока для вас двери заблокированы, до тех пор, пока вы вот сами с собой не разберетесь. То есть дверь в самодостаточность, она вам закрыта. Самодостаточность в контексте свободы. Пока вы не свободны. Но свобода ваша, она внутри вас. Она не вовне. Да, есть обстоятельства, которые вас как-то ограничивают. Но это лишь следствие вашего собственного мышления. Какие двери заблокированы? Двери покоя, двери расслабления, пока вот вам как-то не можете расслабиться. Конечно, вы же напряжены, у вас же есть какие-то обязанности. Возрождение. Знаете, здесь ощущение того, что вы сами должны это захотеть. Знаете, вот когда говорят, вот предел, да, как бы так объяснить. То есть, когда, знаешь, знаете, когда кого-то вот хочется сказать, мучаешься, 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 человек уже доходит до своего какого-то предела, и вот он, он потом взрывается, и он становится таким агрессивным. У него как будто бы открывается второе дыхание, и появляется внутренняя сила, и он тогда совершает какой-то прорыв. Вот в вашем случае, здесь как будто бы что-то такое, то есть вас доводят прямо до самого предела, чтобы, как говорится, ушел, дверь ее хлопнул, и все. И больше не возвращаюсь. То есть, а так вот постоянно как будто ухожу, прихожу, ухожу, прихожу, что-то здесь такое. То есть, возрождение ваше придет тогда, когда вы сами захотите, а вы пока сейчас у нас такие, знаете, вот покорные, то есть, какое-то здесь есть убеждение по поводу того, что вот, ну, так правильно, да, вот я должен, там, я не знаю, например, кто-то ухаживает за своими больными родителями, да, и такая вот, ну, я должен, да, это же ведь мои родители. Ну, окей, если у вас есть такое убеждение, значит, окей, ухаживайте. Второй вопрос, что почему это случилось именно с вами, да, и почему именно вы должны ухаживать, почему вы выбираете, здесь, понимаете, здесь вопрос выбора. Вот ваша жертвенность, это ваш выбор. Вы выбираете быть таким человеком, потому что для вас это как-то выгодно, это важно. Это больно, то, что я сейчас говорю, но в вашем случае, понимаете, когда мы чем-то жертвуем, мы, с точки зрения магии, мы не принимаем свои собственные силы. То есть, жертва – это не принятие своей силы. То есть, мне легче отказаться от ответственности, да, за свою собственную жизнь, да, то есть, мне легче отказаться и сказать, нет, нет, я не хочу быть счастливым, почему? Потому что над этим надо работать, а мне легче быть жертвой, ну, типа, я жертва обстоятельств, вот, и ничего делать не надо, да, мне это не нравится, но ответственности, у меня нет никакой, да, кто виноват, вы другой человек, я же за ним ухаживаю, понимаете. Все хорошо было бы, если бы вы это делали осознанно, вы бы это делали с удовольствием, но вы мучаетесь от этого, вот в чем проблема, понимаете, то есть ухаживать, допустим, за кем-то, кто, за какой-то больной ситуацией, да, либо за, я не знаю, за больным животным, вы ухаживаете, почему? Потому что вы его любите, и вы это делаете с удовольствием, вы ухаживаете за грудным ребенком, и, да, вы устаете, но это ваш ребенок, вы его любите, то есть здесь, понимаете, ваша жертва, она осознанная, да, это ваш выбор, а здесь как будто бы такая вот хитринка проходит, да, то есть я ухаживаю, чтобы не стать самодостаточным человеком, не знаю, как вам донести эту идею, вот, бумеранг, бумеранг, вообще в новое вас сейчас пока не пустят, то есть то, что вы сейчас проживаете, это то, что по сути вы где-то когда-то у вас были какие-то потребности, и вы их создали, сейчас вам прилетел бумеранг, может быть сейчас вы даже и взрослели в каких-то моментах, но бумеранг же он из прошлого, и бумеранг это что? Это то, что вы запускаете, оно сделает какой-то круг определенный, проходит какую-то траекторию, он возвращается к вам, но запуск он был с вас начиная, то есть вы его пустили в полет, да, это какие-то ваши мысли, какие-то ваши намерения, действия, сейчас вы их пожинаете, поэтому сейчас в будущее вас пока и не пустят, хорошо, давайте посмотрим, мимо каких дверей возможностей я прохожу сейчас, вот на этой колоде посмотрим, мимо каких возможностей дверей вы походите сейчас, мимо каких-то надежд, на что вы надеетесь, на какой-то прорыв, ну вот то, что я и говорила, да, о прорыве, такое вот ощущение, что нужно довести что-то до конца, до предела, как-то знаете, потом взорваться, и все, как говорится, вот вытащила из себя все, что накипело, и потом легко, и на этой легкой ноте я могу пойти дальше, и вот вы надеетесь, здесь как будто бы надежда на то, что я смогу совершить этот прорыв, а сможете? Новизна. Знаете, есть такое ощущение, что вот если захотите, вы сможете, если вы увидите что-то новое в этом, тогда вы сможете, если вы поймете, как будто бы для чего вам это, потому что здесь такое, знаете, ощущение, что я не совсем понимаю вообще, для чего мне нужно это самостоятельно, здесь вот в этом вторичная выгода, то есть непонимание своих дальнейших целей, вообще для чего, ради чего мне мое будущее, что с ним делать, такое ощущение, что вам что-то дают, а вы не понимаете, что с этим делать, то есть для чего оно мне нужно, вот если вы какую-то цель для себя наметите, тогда да, а пока нет какой-то цели, я не понимаю, ради чего мне, там дальше что-то делать совершать какой-то прорыв куда-то идти пока я это не пойму я ничего не буду делать я буду оставаться вот в той трясине в которой я сейчас нахожусь потому что болото то она теплая она приятная да воняет но ничего страшного я с этим уже свыкса понимаете я не понимаю зачем мне совершать какой-то прорыв а вдруг там будет хуже болото здесь хоть известная вот что-то здесь такое какие мимо каких дверей вы проходите где знаете есть какая-то ска скука и укрепение эти вот вы как будто бы заякорились да вот своем вот этом состоянии и не движетесь дальше скучно как-то все замерз все холодно здесь чувство что вы как будто бы ожидаете какой-то в какую-то возможность какой-то шанс от жизни а вам здесь показывают что это шанс вы должны сделать самостоятельно как будто бы вы сами должны заявить вселенной и сказать что знаешь теперь я готов то есть вы должны совершить первый шаг не в не чтобы вас вытащили но вы должны захотеть мимо каких дверей вы проходите вышло колесо фортуны вот как раз таки мимо двери которые закрутят все колесо вот это вот в нужное руслом для этого вы должны захотеть здесь как будто вы знаете девушка закрытой с повязкой на глазах да какая-то слепая удача вот именно слепая здесь контекст ключевое слово неудача а именно слепая что вот как будто бы я пока еще не вижу куда я хочу здесь у вас нету желания нету понимания до касательно будущего что вы хотите поэтому вы проходите вообще мимо всех дверей касательно вашего будущего потому что вы не понимаете что вы хотите то есть вы как будто вы не знаете какую дверь вы ищете и как раз и здесь и выпадает в этом контексте дьявол говорящий о том что я для того чтобы ты понял я как будто бы я буду тебя искушать да я буду тебя проверять я буду тебя как-то мучить ограничивать как-то влиять на тебя подавлять себя для того чтобы понимаете вот в этом состоянии чему вас учат здесь по сути да вас учат тому чтобы вот какие-то знаете вот именно границы до чтобы вы осознали вот это вот мои границы и и когда ко мне относятся не совсем хорошо либо со мной до поступают несправедливо я должен на это как-то реагировать и ваша реакция она как раз таки должна быть такой уверенной то есть кричать на меня нельзя как понять можно или нет да на вас кричать для вас долгое время должны кричать а тогда вы понимаете что вот эта крика я так не хочу это вызывает у меня неприятные ощущения да мне хочется плакать я чувствую там обиду злость еще что-то какие-то эмоции я понимаю что когда на меня кричат значит переходят какие-то мои границы какие-то мои рамки так вот с вами сейчас происходит очень много разных таких вещей где вас учат именно выстраивать правильно границы для того чтобы вы их отстаивали да что можно а что нельзя вот когда вы это поймете что можно и что нельзя тогда у вас появится потом желание то есть я хочу чтобы что чтобы меня уважали а как вы поймете это для этого должно долгое время быть какое-то неуважительное отношение к вам для этого должно быть например где-то какой-то другой пример вашей жизни когда кто-то кого-то уважает чтобы на это ориентировались вот у вас будет негативный пример у вас будет позитивный пример и вы поймете что вот а я хочу быть вот так например поэтому вас как будто бы путем от обратного то есть вам не дают что-то хорошее потому что вы это не оцените потому что вы не понимаете у вас нет такого опыта поэтому вас обучаю через негатив вам показывают разные негативные моменты чтобы сказать вот так можно так я еще потерплю а вот так я не хочу ни в коем случае а если я не хочу так значит что-то хочу другое так вот что я хочу и вот таких вот много-много-много хочу вы собираете начинаете с этим работать в конечном итоге тогда вам и откроются двери когда вы сможете быть самостоятельным а пока вы не самостоятельны вас ведут туда или сюда и вам не нравится это до вас за ручку дергает вам не нравится что вас дергают вам больно от этого вы говорите я не хочу чтоб ты меня дергал чекста что-то хочешь я не хочу чтобы ты меня дергал ноте я поняла взамен то что тебе дать и вы не знаете что ответить поэтому вас продолжают дергай да не хорошо не за ручку за за ухо и не за ухо за шкирку для чего что вы в конечном итоге сказали что я могу ходить самостоятельно то есть не говорит чего вы не хотите а говорит что нет меня дергать нельзя я пойду самостоятельно скажи куда я сам пойду все другой человек тогда поймет кей я тебя понял я тебя трогать не буду идем вот переходим через дорогу будь внимательны понимаете да вот здесь вот что-то такое вас учат именно такому так еще мимо каких дверей возможностей вы проходите мимо знаете вот мимо каких-то дружеских на повторе шестерка кубка выпала мимо каких-то дружеских отношений возможно до мимо какой-то вот чистоты мимо чистых людей как-то вы проходите почему потому что опыт у вас есть негативный да когда вы жертвой с вами плохо обращается и другого опыта нету и вы почему потому что вы сфокусированы как раз таки на негативе потому что вас так как этого слона приучили да вы привыкли и вам нужно самостоятельно себя прикрыть переключать на позитив на добрых людей на чистых людей на доверие то есть замечать это осознанно приобрать не на предательстве что меня предали я остерегаюсь предательство не а именно на доверие смотреть в эту сторону сторону доверия в сторону доброты и в сторону чистоты уйти от того что было вам стабильно до от того что вы как-то вот боялись на боялись пойти в новое боялись что-то завершить вот то что я и говорила ранее понимаете пойти в новое захотеть вам сначала надо захотеть потом вам двери открою да и потом вот пойти в новое вот это вот огненное новое аркан мира новые возможности да вы проходите мимо этих дверей почему потому что страшно потому что до комфортно неприятно но известно стабильно как будто вот узнаете вот не можете как-то высвободить страшно вам вас свобода страшит еще расскажу возможно кто-то из вас живет в семье а там есть какие-то устои там я не знаю в девять десять часов вечера уже надо быть дома дата вечеринки не проводить друзей не приглашать него уже 100 устали от этого и по идее встать и иди живи самостоятельно да будет у тебя свобода но это же предполагает и то что нужно найти где-то квартиру чтобы найти квартиру нужно иметь деньги чтобы иметь деньги на найти работу как минимум до работы на которой бы хватало денег а это это опасно понимаете это новое для вас неизвестные поэтому вы отказываетесь от этого нового и соглашаете с тем что вы имеете ладно я потерплю не буду приглашать друзей ладно там еще что то ну то есть это пример конечно же я понимаю что люди вы взрослые многие из вас то уже живет самостоятельно просто пример такой привожу чтобы было понятно что да я отказываюсь потому что вот в этом новом очень много действий надо совершать и проблема для вас не в том чтобы действия эти боитесь совершать а в том что они вам не комфортны они новые то есть вы возможно ну я не знаю не проходили как-то собеседование да вас страшит что вам допустим откажут то есть для другого человека например ok если он пройдет 10 20 50 собеседований а вы уже на втором как будто бы боитесь да и что начинаете сразу думать что со мной что-то не так да поэтому меня не берут на работу вот они то что надо брать количество это пример так у нас была вторая позиция такая большая достаточно мы с вами переходим к позиции номер три зелененькому камешку какие двери прошлого нужно закрыть вам стройки темно стал так какие двери прошлого вам нужно закрыть тайны какие-то связанные с чем связаны с императором то есть это может быть прямом смысле да какие-то скрытые отношения с мужчиной то либо это может быть какие-то знания которые вы получаете от человека более зрелого либо это может быть отвечать я уточню так здесь скорее всего все таки какие-то отношения отношения были до которые приносили вам удовольствие сейчас нужно но они были какие-то тайны и вам нужно пойти в новое если все-таки не касается отношений то здесь какие-то учения что-то вы изучали в прошлом что-то такое сакральное скрытое тайное что вам приносило удовольствие вот это вот надо как-то оставить в прошлом почему нужно оставить в прошлом какие-то знания потому что это вызывало какие-то болезненные эмоции что я не понимаю какие-то болезненные эмоции вы не могли двигаться как у меня дело доходит до тройки ничего не понимаю что вы тут изучали тройки если это отношение то это понятно да были какие-то отношения с человеком таким достаточно серьезным да но почему-то они причинили вам более как-то вот из того что как-то не развивались но если все-таки это не отношения то что это может быть то что приносило как-то стабильно приносило вам удовольствие а потом это как-то перестала развиваться что же это такое это связано либо с семьей либо это связано как-то с деньгами и это дайте это может быть что то что вы скрывали вообще от людей это может быть то что связано с вашей семьей может быть какие-то проблемы были в семье какие-то трудности сложности вот вы ждали того момента когда все изменится что-то было болезненное такое что именно все-таки больше показывает про отношения так как выпала двойка кубков но если даже это не отношения то возможно какие-то проблемы на работе которые перестали развиваться которые приносит перестали приносить какой-то доход и вот вы это скрывали вы не могли идти дальше в новое почему вы скрывали ну потому что здесь был страх здесь во первых вы не понимали как это может влиять здесь знаете здесь могут быть опять таки если мы касательно каких-то практик говорим то у меня неоднократно уже третья позиция даже такую позу силы до задумалась которая говорит о том что куда-то вы в какие-то не те практики полезны если мы говорим о практиках если все-таки не практики для какой-то части это какие-то скрытые отношения с мужчиной и буду говорить он женат и не женат и здесь не суть такой серьезный достаточно человек опытный с опытом и с которым был период удовольствия а потом как-то все стало какие-то эмоции появились очень болезненный вы поняли либо осознали что эта ситуация никак не будет развиваться дальше что здесь пришла . если это не отношение если это не профессиональная сфера но я имею ввиду практике то здесь вот это как-то может быть связано с партнерством либо что-то скрывали от партнера либо партнер скрывал до в профессиональной сфере от вас что-то может быть получал какие-то деньги тратил как-то на свои удовольствия вот и компания может быть несла убытки понимаете а вы об этом не знали как будто вот за вашей спиной это было причем знаете не то чтобы скрыть на здесь скрыто здесь что-то с что-то скрывалось да если мы возьмем общую энергию то что-то здесь было скрытое долгое время это приносило удовольствие а как результат оказалось очень болезненным вот переносите это каждый на свою какую-то историю мы попробуем может быть другие карты покажут эту историю давайте то есть что какие двери прошлого нужно закрыть вот это вот нужно все закрыть здесь потому что три истории у меня профессия личная жизнь и практики какие ли двери прошлого нужно закрыть но вот выпадает как раз таки аркан смерти как-то вот естественно все подошло к завершению и выпадает ярофан значит для кого-то возможно здесь развод да то есть завершился какой-то брак на поэтому его когда-то вот было хорошо а потом поняли что все то семья где-то здесь для кого-то до распалась и это нужно оставить позади для кого-то здесь действительно какие-то практике кого-то здесь поменялось осознание развитие что-то было связано с духовностью и что с ней слишком быстро развивалась и что в этом плохого и появился здесь у нас дьявол искуситель здесь видимо вы не прошли какую-то проверку да то есть шли шли росли как-то в духовности хорошо и вдруг неожиданно пришла проверка и вы прошли эту проверку или нет что и опять луна выпадает нет и видимо не прошли проверку да то есть это скорее всего для мистиков для практиков то есть развивались развивались наткнулись потом на какой-то теневой аспект по дьяволу да что-то вскрыли в себе какой-то сценарий не поняли не осознали испугались и закрыли слишком много на себя взяли до в контексте знаний что я могу я справлюсь но не получилось как-то потому что выпадает луна не получилось потому что либо испугались либо не совсем поняли и осознали как с этим делом работать ну хорошо а если мы возьмем профессиональную сферу то здесь что у нас было так цикличность какая-то было так некорректно задан вопрос хорошо тогда зададим по-другому какие двери прошлого нужно вам закрыть проявление что-то здесь скрыть надо проявление что-то что новое родилось так и что почему не совсем понимаю здесь надо закрыться от того что где-то знаете когда-то что-то вы начали в прошлом но она не пошло так как вы хотели да то есть вы прикладывали усилия как-то подталкивали но это все не развивалась и вот здесь вот от этого ну как-то надо отказаться до какого-то нового начала почему нужно отказаться я хочу спросить потому что это занимает очень много ресурсов это занимает очень много энергии до от этого ну нужно вкладываться здесь очень много это сберну нужно какое-то творчество здесь здесь вы отказываетесь от этого либо нужно отказаться либо вы отказываетесь тоже здесь выпадает творчество здесь забота при здесь надо силы ресурсы деньги вдохновение очень много энергии надо в это вкладываться да и вот вы как будто вы понимаете силу прикладываете к этому она не сама идет развивается вы подталкиваете то есть она не идет а вывод вот поэтому то дьявол ты был да то есть вы и стенку пробиваете да то есть пространство продавливаете вот от этого надо закрыться хорошо какие двери сейчас заблокированы не стоит в них ломиться контроль то есть контролировать что именно здесь не надо контролировать результат а что нужно если вы не контролировать больше общения больше коммуницировать больше взаимодействовать то есть не контролировать людей находить какой-то знаете вот подход легкость нужна вот чем проблема понимаете либо вы как-то все делаете насильственно даст трудно сложно вот как-то до носили а надо как-то играючи легко прям поэтому вам говорится что творчество прикладывать вам надо как будто бы научиться лавировать да быть более таким легким исследовать ну это как увидел какой-то вот светлячок и ты за ним идешь он не идет по прямой да он не летит он налево-направо вот вы вот так вот зигзагообразно идете да как будто бы избегая каких-то камней где-то избегая каких-то трудно сложности а вы как будто бы идете напролом понимаете какие двери заблокированы для вас сейчас какие двери заблокированы для вас сейчас так хитрости какие-то по поводу нового начала да вы ждете да сейчас двери закрыты по поводу какого-то нового начинания нового желания каких-то амбиций может быть роста карьерного какого-то да либо может быть сексуального даже желания влечения кому-то то здесь есть сейчас какая-то хитрость и вы находитесь в ожидательной позиции хитрость чем связано потому что вы как-то вот внутри себя то ли не исцелились то ли не находитесь в равновешенной позиции такой есть тройка мечей опять-таки повторяющие говорит о том что смотрите если вы хотите каких-то новых отношений да вот что я говорил допустим по сексуальности и ждете здесь хитрость вы еще не излечились поэтому в отношении вам пока не нужно идти если мы говорим партнерство тоже пока не нужно то есть вы не прожили еще какую-то свою боль на то есть все таки еще может быть где-то что-то надеетесь на на восстановление возрождение может быть какое-то хорошо и последний вопрос мимо каких дверей возможности вы сейчас проходите мимо мимо в каких дверей возможно вы сейчас проходите мимо но аркан звезды мимо реализации какой-то своей надежды почему потому что есть завершение знаете у вас как будто бы сил нету сейчас на то чтобы вот я же говорю вот исцеление не прошли поэтому нету сил пойти за своей путеводной звездой сейчас не идете пока дальше в развитие потому что шишки набили страшно и закрываетесь а вместо чтобы закрываться вам нужно просто прожить эту боль высвободиться да и пойти дальше а вы этого пока не делайте вы только мечтаете пока фантазируете опять семерка мечей выпадает по поводу чего у вас одна потом по поводу того что вы как будто бы еще не уверены в том что хотите вы перемен или нет тут я говорю вот вы еще где-то что-то не до прожили до конца и поэтому я вроде бы хочу но давайте так скажем готовности к этому новому нету мимо каких дверей вы проходите мимо осознание вот выпал аркан осознание что вам нужно осознать пробуждение нужно осознать пробуждение на чего вы должны пробудиться столкновение какая-то знаете вот внутри вас есть что-то какие-то убеждения которые противоречат друг другу и вы должны увидеть эти противоречия для того чтобы знаете какой-то вот инсайт вашей голове стал и это запустил краски вот это вот инсайт это пробуждение вы это осознаете вы увидите в чем у вас есть вот это вот какая-то несостыковка понимаете одна одно убеждение говорить одно другое говорит другое они это диаметрально противоположной да но они вот в одной какой-то конкретной теме у каждого эта тема будет своя так еще что для того чтобы получить результат плоды также из нерадостность любопытство зачем вам это все одержимость вот я так и предполагал что выпадет дьявол и в этой колоде то есть три дьявола выпало до три разных колодой три дьявола у вас выпало одержимость вы настолько хотите получить то что вы хотите получить на здесь вы были вот плоды неодержимость что вы вливаете в это все очень много энергии и вам любопытно знаете здесь такое ощущение что вы хотите получить новый результат старыми какими-то способами методами а это не работает вот вам говорят что нужно поменять свои методы способы мимо каких дверей вы проходите солнце мимо нового начинать на и здесь звезда выпало здесь солнце прям такие великие арканы что-то новое должно вашу жизнь хорошо что вам поможет войти в это новое сбросить десятку жезлов вот эти вот все обязанности до тяжесть которую вы тянете десятка мечей завершением что должно именно завершиться опять королева пендакли могу понять чем связаны это королева пендакли здесь должна завершиться знаете вот какая-то стабильность до привычность то к чему вы привыкли и совершить какой-то прорыв но чтобы его совершить вам надо изначально как-то излечиться до излечиться пятерка пендакли пройти этот кризис по пендакли мы вот потом выйти в двойку кубков любом случае карты говорят об одном и том же да то есть есть здесь какая-то травма у вас который вам нужно ее прожить причем не хитрить что да я ее прожила прям вот полностью погрузиться в эту боль да вот этот вот скорбь отпуститься на самое дно прожить и только после этого знаете вот эти вот пять этапов которые проходят до пройти эти торги пройти вот это вот всю агрессию непринятия ситуации и по определенному количеству времени дата все эти этапы пройти в конечном итоге но у вас должно прийти самостоятельно послабление да и тогда вы сможете как раз таки ну сказать что да я все это проработала теперь я готов то есть не насильно это делать легко легко должно это произойти чтобы это легко произошло да вы должны это принять как принять вы должны ну погрузиться в это все до эмоционально я здесь не могу что прям смыть какая стопка сколько всего мы вы здесь вот рассмотрели хорошо вот такая вот такой у нас было расклад благодарю благодарю татьяну за осторожно двери закрывается быть и внимательны отпускайте все что нужно отпустить и будьте в готовности принять то что к вам идет а я с вами прощаюсь пока пока